Всем привет! С вами компания Видеодоска и сегодня мы решили показать вам одну из наших студий. И сейчас мы пройдем на студию и спросим у сотрудников, какой они получили опыт, какой продолжает получать опыт, какие есть плюсы и минусы у этой видеостудии. Сейчас как раз уже по видео, по монтажу это будет дальше. Мы на студии Sirius, мы здесь устанавливали студию весной-летом получается. Здесь студия немножко особенная на Mac и вот интересно послушать вообще, как она в использовании, что вам сейчас нравится, не нравится в студии. Самое такое важное, что нам нравится, это большая доска. Снимаем математику, там много формул, лингвистику, там просто очень много текста, который надо анализировать. И выводить его не очень хорошо, потому что хочется тыкать пальцем как-то. Вот в этом плане большая доска, это в общем хорошо и здорово. В целом, по студии как часто пользуетесь ею и что мкапится? Пользуемся каждую неделю, записываем лекции, записываем разборы задач. Но из того, что лично мне не очень удобно, я пользуюсь виндой, поэтому с маком мне очень непривычно работать, но в общем я привыкаю. А в остальном, в целом все устраивает, то есть мы давно работаем с такой доской и в общем все привычно и понятно. Генопольное покрытие специально прорезиненное, чтобы не создавать никаких статических эффектов, потому что очень часто, когда люди пробуют строить свои студии, еще что-то, они могут не знать о том, что статика, которая во время работы образуется на люде, то есть есть помещение в зависимости от его заземления, сейчас могу ошибаться в терминах, но суть правильная, то этой статикой можно сломать оборудование, то есть вывести его из строя. Бывает так, что нам не очень важно, грубо говоря, качество, нет никакого постпродакшена, и тогда вот это очень быстро делается, что в общем хорошо, только презентацию приготовил, пришел, сделал и в общем видео готово. Софтером вот интересно то, что не пользуетесь, вы его не пользуетесь, потому что неудобно или какие-то еще причины? Нет в нем большой потребности, приходит преподаватель, ну и рассказывает какой-то материал, то есть нам неважно вот это, чтобы был очень точный текст. Ну вот такие подковные придать, они легко, значит, со словами будут. Ну да, 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 у нас, да. Ну и так, по-моему, вы почти не перенастраиваете ничего в студии, то есть вот она, вот в целом, ну, она отстроена, и все, вы просто приходите? Да, она отстроена, мы приходим, все включаем и работаем. Ну, это хорошо, я думаю, что вам не надо было все перенастраивать. Одна из особенностей досок в компании Видеодоска, то, что мы используем цельную металлическую конструкцию со специальным покрытием. И в чем здесь кажется, то, что мы видели разные продукты, которые есть на рынке, почему мы вообще об этом рассказываем? Потому что конструкция очень крепкая, во-первых, ну, что немало важно, и она износоустойчивая, то есть краска здесь не шкрябается, не деформируется сама конструкция, это очень важно, потому что закаленное стекло, которое используется при съемках, оно не, его нельзя смещать по осям, то есть в этом случае оно может действительно расколоться. И та конструкция, к которой мы пришли в итоге спустя года, то есть она, с одной стороны, она очень массивная, с другой стороны, она очень надежная. Это одно из качеств, которые мы преследуем, производя свою продукцию, то, что продукт должен быть надежным и безопасным. И наша доска там олицетворения. Все вот эти вот жидкости для мытья доски, они, короче, плохие, от них остаются разводы. Мы, короче, попробовали спиртовой антисептик, и прям отлично. У нас то же самое, у нас тоже из того, что студия постоянно используется, оно все равно, ну, люди же все равно перед доской, там, как, по-моему, жиры какие-то на руках есть, где-то трон, все остальное. Она постепенно на доске накапливается, и периодично, вот так говорим, полностью промываем, вот как раз водка тут самое лучшее средство. Кронштейны под планшеты, здесь кронштейн решили использовать под стримдек. Вот, надо, хорошо, там есть сцены, они бы отстроили именно свои, то им было бы удобно пользоваться стримдеком. Там получится одна кнопка, ты переключаешь сцену, и камеру перенастраиваешь на тот тип, который тебе нужен. На этой студии дублирующие мониторы, камера идет в 4К по качеству съемки. Это ПТЗ-камера, она полностью управляет с пульта, например, со стримдека, который мы там видели. Мы можем управлять ее крупностью кадра, приближать, отдалять. Ты действительно можешь настроить там угол обзора, ты можешь настроить поворот камеры, то есть перенастроить камеру и просто это делать, не подходя к ней, то есть спикер может сам взять, просто если расположить пабликс и стримдек, перенастроить под себя сцену, которая будет потом на видео. Это монитор, на который выводится изображение непосредственно с камеры. Ну, это там бывает удобно, потому что тут маленькие окошки, вот там можно не все рассмотреть, а тут все видно хорошо. Вот это звуковое, вот звуковой пульт, я там знаю три кнопочки, мне хватает. Вот это тоже что-то звуковое, я вообще не трогаю. Это что-то, что я тоже совсем не трогаю, вообще ни разу не трогал, и у меня прекрасно живется без этого. Еще есть iPad, да, который можно как-то прикрутить, но с него транслировать, выводить на экран, да, и показывать, что именно показывается на экране. С планшетами во время записи вы тоже не пользуетесь? То есть вы знаете, то, что можно вводить прямо с планшета, с ноутбука, картинку во время съемки? Мы пробовали, но очень часто не пользуемся, мы с компьютера обычно выводим. Почему я спрашиваю? Потому что у нас на студии достаточно часто используют именно скринкассы, с телефона, когда надо показать, есть там какие-то приложения, еще что-то рассказываем, поэтому мы там сразу уволим, чтобы спикерам было интересно, чем пользуетесь именно вы. У вас бывает, кстати, несколько спикеров сразу или в основном по одному спикеру? По одному, да, по одному. Здесь не пульт используется, а именно вот этот блок, потому что пульт часто теряют на студиях, что-то случайно забирают, в итоге потом по церкви никто настроить не может, здесь такой встроенный пульт идет по церкви. Так, можно так и. Нарисовать я пока не научился. Насколько я помню, мы делали 3D-проект этой студии, и здесь как раз тут работы сделаны подключены даже с ремонтом, то есть мы написали, что он полностью черный, это необходимо для съемок, чтобы не было рефлексов света. И здесь также расположение розеток, тут видно то, что везде есть порты для подключения витальпара. В этой студии делается все подключение, в том числе и зона отдыха, и гримерная зона. То есть это зеркало с подсветкой, диваны, стулья, то есть все необходимое для того, чтобы вам было комфортно ждать свою очередь на съемку. С вами была команда Видеодоска, а мы пока подождем. Немножко поедем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok